Идея создания празднования Дня независимости Греции именно в таком формате, в формате брейн-ринга, пришла на самом деле нашему уважаемому директору, наверное, такой творческой искорке в нашем коллективе, Ине Николаевне Медведевой. Иконопись, живопись, архитектура, и всё это множество нельзя изучать, конечно, отдельно. Мы пошли и взяли дедуктивный, в данном случае, метод подхода к этому проекту и пошли от общего к частному. Начали готовить ребят, рассказали им о возможности такого формата игры, ему это тоже очень понравилось, заинтересовало, ну и мы стали готовиться. Итак, начнём. Первый раунд. Назовите дату основания Константинополя. Готовы? Давай, вставай. 11 мая 330 года. Проверяем. Это правильный ответ. Назовите год падения Великой Византийской империи. Ответ. 1453. Проверяем. Верно. Как называли себя жители Византии? Есть ответ. Ромеи. Ромеи. По итогам первого тура вопросов команда Аксиос получает 10 баллов за данные правильные ответы, и команда София получает 8 баллов, но не расстраивается. У нас ещё два тура. Сегодня я возглавляла жюри, судила наши замечательные две команды, Софию и Аксиос. Очень довольна результатами детей, которые мы увидели и получили. Рада серьёзной подготовке детей, что они очень серьёзно отнеслись к этому мероприятию. Время пошло. Греческий огонь, он был сделан из нефти, серы и ещё некоторых горючих веществ. Каковы последствия похода князя Олега на Царьград в 907 году? В 907 году Олег пошёл на Царьград, но греки попросили не идти на них боем. Они ему дали дань, и он прибил щит к воротам Царьграда. Переняли архитектуру, веру и живопись. Символика, христианство и архитектура. Герб гинастии Палеолога, друглавка. Они забыли самое главное, что они переняли ещё славянскую письменность. Ни та, ни другая команда не указала. Я сама историк, сама с детьми много занималась этой темой. И считаю, что такой формат изучения истории – это самый правильный формат. И хочу сказать, что очень рада, что наши дети показывают. Да, ещё не всё. Да, ещё не всё знаем, не всё можем преподнести. Но хорошо, что есть начало. Привет, пошло. Всё, готово. Слушаем вас. Император Истиниан I произнёс слова «Слава Богу, признавшему меня достоин для совершения этого чуда» после окончания постройки собора Святой Софии в Константинополе. На данный момент храм Святой Софии переоборудован в мечеть. Они были настолько удивлены, турки, что даже не тронули православную живопись, которая оставалась в этом соборе, потому что они были очень восхищены тем, что там было. Это было самое масштабное сооружение тех времён. И был купол настолько большой, что к нему пристроили ещё несколько пристройок, чтобы этот купол просто-напросто не упал. В данный момент Савийский собор находится в Стамбуле, то есть в Турции. Между куполом и самим храмом там есть окна. Их всего 40 штук. Изначально у Софии было запланировано, чтобы она была на колоннах. В данном случае, в первом туре, та команда, которая начинала этот тур, команда София, получает 12 баллов. И команда Аксиос получает также 12 баллов. Изучение географии, изучение истории, изучение культуры, живописи, безусловно, погружение непосредственно в культурные особенности традиции Византии. Безусловно, поражают знания о храме Святой Софии, о правителях, самых величайших правителях Древней Византии, Юстиниане I, Константине Великом. И, безусловно, о тех связях о России и Византии, даже тонкие ниточки, связи, которые сохраняются и до сегодняшнего времени. Русь и Византия – общие страницы истории. Время пошло! С правой стороны находится император Константин, а с другой – Юстиниан. Два температур подчислены к реку святых. Вид монументального изобразительного искусства – это фреска. Не могу согласиться с командой Аксиоса. Я могу оспорить, что это точно мозаика. Команда Аксиос совершенно верно указывает – это мозаика. Эта мозаика находится в храме Святой Софии, вы правильно уточнили. И правильно Аксиос команда указала – и это Константин, и Юстиниан. Кто написал эту икону, и как она связана с историей Древней Великой и России? Время пошло! Написал эту икону Евангелист Лука. Это икона, связанная с историей Византии. Андрей Боголюбский перевез из Византии, когда они ехали мимо места Боголюбова. Кто ее написал правильно, а вот как она связана с историей Византии, все немного подзабыли. Икона попала сначала в Выжгород, и она еще называется Выжгородская икона. Это недалеко от Киева. Андрей Боголюбский вез икону во Владимир из Киева. Какой святой изображен на иконе, и расскажите о нем и о его достижениях. Ваше время пошло. На этой иконе изображен святой лев-математик. Он был ученым, специализировался на механике. И он изобрел такие башни, которые передавали свет по принципу передачи сигнала. То есть свет от одной башни передавался к другой и так далее. Он еще был учителем в Византийском университете. Еще ученики, у него были ученики Митрополит Фоти и Святой Кирилл. Я согласна с тем, что сказала и та, и другая команда. С дополнением мы их засчитали, но не сказали то, что именно благодаря этому льву-математику в Византии была введена арабская цифир. Это тоже важное дополнение, о котором ни одна из команд не сказала. Вы знаете, я совсем не историк и не литератор. Поэтому для меня было настолько все вновь, настолько все интересно и полезно, что я даже некоторые записывала ответы на некоторые вопросы. Я искренне детям благодарна и восхищаюсь ими. Кто, может, лучше знал, кто меньше, но в конечном итоге командная. Тут просто получилось действительно, ну, воля Божия, наверное, по-другому не скажешь. Мы не ожидали такого результата, скажем искренне, и подтасовывать ничего не собирались. Команда София. Время пошло. На апостоле Князь Владимирович, крестивший Русь в 988 году, изобразительное искусство икона. Да, нет. Он крестился в Херселесису. Так. Что означает этот знак? И при категории обстоятельствах он появился. Время пошло. Символа христианства, на нем изображены греческие буквы. Альфа и Омега и Хиро обозначают первую букву имени Христа. Когда Бог дал этот знак Константину, он ушел не на войну, это была борьба за власть, в которой Константин одержал победу в следующий день после того, как ему дали этот символ. А Альфа и Омега, значит, когда Бог сказал, я есть Альфа и Омега, вот это начало и конец. Греческий и российский мир связывает наша историко-духовно-культурно-цивилизационная общность. Есть многовековая история, которая зиждется на принципах восточно-христианского мира, на идеях добра, любви, добродетелей, гуманизма, на посилах настоящей любви, на посилах антигоны Сафокла, который отвечает на угрозе Крионта, делить любовь у дел мой, не вражду. Какое событие представлено? Время пошло. Почести и еда, он от них оказался, потому что даже не знал, что они отравлены. Он просто от них отказался, а потом выяснилось позже, что они были отравлены, из-за этого его позвали вещем. Это одна из причин, почему его позвали вещем. И еще потом мы принесли дары, после того, как мы принесли дары, он прибил свой щит врата Царьграда, знак того, что он победил. Чувствуется, как глубоко вы как раз проникаете в историю и в нашу историко-духовно-культурную цивилизационную общность, которая связывает двух наших миров, греческий и русский мир, российский мир, начиная со времен античности и по наше время. Наше соприкосновение начинается еще с 7 века до нашей эры, когда древние эллины основывают свои колонии на территории всего Причерноморья. А безусловно, с принятием христианства на Руси, с крещением в Херсонесе в 10 веке нашей эры, непоколебимыми уже узами связываются наши теперь уже два единоверных, близких по ментальности, по духу народа. Победила дружба, это действительно такое маленькое чудо, потому что и готовились они все вместе, и это разделение на команды, ну, наверное, все-таки условное, потому что подготовка шла совместная, помогали они все вместе, ну и победили все вместе. По нашим подсчетам, с учетом всех дополнений, полноты ответов, у нас получилась следующая картинка. Итак, итого у нас вырисовывается ничья, победила дружба по 40 баллов. Балл удивительный получился, число 40, 40 это полнота, поэтому я думаю, что это неспроста, именно на такой цифре сошлись вот эти вот баллы за сегодняшний вот такой турнир. Да, ну и наших гостей, и госпожи Феодорову, да, благодарим и всех участников сегодняшнего нашего встречи. Поздравляем вас с праздником с национальным Грецией, вот, и помощи Божьей желаем, чтобы Господь хранил в мире и Русь святую, и Грецию тоже. Святость Русь приобрела благодаря вере, которую получила от греков. Мы искренне поздравляем учеников и весь педагогический коллектив гимназии имени митрополита Платона при Николопережинской обители. Лично я была поражена сегодняшним этим конкурсом и документальным фильмом, который предшествовал. Видно, что ведется последовательная работа. Это очень-очень важно. И логическим продолжением, не завершением, а продолжением считается, безусловно, общением, что приведет к взаимообогащению, к мнениям и опытам с братскими школами в Москве, где ведется греческий язык. Таких еще четыре школы в Москве, если мы не ошибаемся. Это православная гимназия при Андреевском монастыре. Это школа Олимп, бывшая 551-я, куда впервые еще год лет 13 назад был введен греческий язык. Это православная гимназия Ховрина. Это гимназия Эллада. И пятая – это вот школа при Николопережинской обители. Как раз очень хорошо встречаться, обмениваться мнениями, организовывать такие состяжания. Они могут быть, чередоваться в разных стенах гимназии, школ или путем телемоста. Как раз у вас есть такая замечательная практика общения с вашими кипрскими сверстниками, с тайной школой Грифос-Холё города Лемесо. Даст Бог, действительно удастся провести какой-то масштабный турнир по Руси и Византии между гимназиями и школами, которые тоже изучают греческий язык, и там показать возможности наших ребят. Ну и, конечно, будем продолжать дальше наш проект «Россия-Греция. Общие страницы истории», в котором будем изучать точки соприкосновения наших народов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok